Скидок не будет. Цены на одежду и обувь вновь пойдут вверх. После годового, даже чуть больше года, она длилась затишье. Производители ритейлера ожидают, что в премиальном сегменте подорожание составит где-то 10-20%, а вот бюджетная обувь и одежда вырастет в цене на 5-10%. Причина основная – ослабление рубля, рост инфляции и повышение НДС, так говорят участники рынка. Когда ждать подорожания и каких сегментов оно коснется сильнее всего, обсудим с нашим гостем, студией ЧС, президент компании БАОН Илья Ярошенко. Илья, здравствуйте. Добрый день. БАОН уже поднял цены или когда собирается это сделать? Нет, я такое не говорил. На самом деле, коллекция этого года, цена была определена в январе, она не поднималась и подниматься не будет. Сразу уточним, производители одежды и обуви, они немножко в своих таких реалиях живут, да, они сильно заранее просчитывают цену? Да, потому что у нас много партнеров. На несколько коллекций вперед? Нет, на одну коллекцию вперед. На одну коллекцию? Ну, то есть, там за полгода? Да, когда у нас проходит презентация, обычно это в январе проходит презентация коллекции «Осень-зима», и мы тогда просчитываем цены. И вот на то, что вы уже выпустили в продажу, цены не меняются? Нет, конечно. Ну, то есть, мы надеемся, что они снижаются в результате распродаж? Да, вот это тоже такое есть. Нет, конечно, отпугивать покупателей посреди сезона. Мы такое проходили, мы не будем допускать таких больше ошибок. Хорошо. А себестоимость вашей продукции, она выросла? Если выросла, то за счет чего? Какие факторы сейчас сильнее всего на вас сказываются? Ну, коллекция, которая сейчас представлена у нас в магазинах, наша самая лучшая сильная коллекция – это «Осень-зима», наши куртки-пуховики, на нее ничто не повлияло, потому что мы ее заказали в январе, она отшилась, она уже завезена в Россию, растаможена и у нас на полках. Поэтому она, как мы и планировали, по каким ценам торговать, так мы и будем. То есть мы говорим об ожидаемом росте цен на коллекцию, получается, весна-лето, до следующего года и так далее. Вот вы сейчас занимаетесь просчетом этих цен. Какие факторы все-таки вы учитываете? Потому что вот другие участники рынка, например, то, что я перечисляла, они говорят, что, во-первых, конечно, курс валют на это сильно влияет, ослабление рубля, а второе – рост МДС. Собственно, я не буду пересказывать, давайте послушаем вместе комментарии. Мы спросили еще одного эксперта, вот из-за чего могут вырасти цены. Вот что гендиректора Fashion Consulting Group нам рассказала сегодня. В данном сезоне мы имеем то, что в течение этого года произошло два этапа смены курса рубля, то есть два скачка было вниз, к сожалению, когда рубль в апреле, а потом и в сентябре потерял по 10%. Кроме того, с 1 января увеличивается ставка НДС, с 1 января НДС с 18% меняется на 20%. Это, безусловно, скажется на себестоимости товара, который производится из импортных материалов, которые закупаются, соответственно, за доллары с учетом импортных фурнитур. Многие компании, большая часть компании производят за рубежом. Соответственно, все эти изменения, они повлияют на себестоимость. Себестоимость влияет на конечную цену. Плюс, как я уже сказала, закладывается прогнозируемая инфляция. Илья, давайте по порядку на примере вашей компании. Я думаю, его можно экстраполировать на другие компании, которые производят одежду под российскими марками. Насколько вы зависите от курса рубля? Мы зависим. Вернее, от курса валют, конечно. Да, и от курса рубля, и от курса валют. Конечно, мы зависим. Мы закупаем большую часть нашей коллекции в Азии и в Европе. Это, соответственно, валютные платежи. Готовую одежду? Готовую. Ну, заказываем. Заказываем как у немецких поставщиков, испанских, так и азиатских. И только 25%, но эта доля постоянно год от года растет, только 25% мы производим в России. Отшиваете в России именно? Да, отшиваем в России. На российских фабриках? На российских фабриках. Ну, большинство, то, что мы отшиваем на российских фабриках, из зарубежного сырья. То есть зарубежная фурнитура. То есть ткани и фурнитура. Да, она также валютная составляющая. Получается больше, чем на 75% вы зависите от курсов валют. Да, но при этом мы научились, и все другие также научились работать с поставщиками, и поставщики понимают, что, чтобы не терять российский рынок, нужно предлагать какие-то другие услуги. Что вы научились? Вы продавливаете просто поставщиков, правильно? Ну, вынуждены это делать. Нас продавили по нашим ценам, мы вынуждены продавливать дальше по цепочке. Ну, это же тоже не бесконечный процесс, а рубль ослабляется. Вообще не бесконечный. Где-то предел этому наступит все-таки. Ну, предел нашей маржинальности, мы как думаем, что он уже наступил. Но, тем не менее, просто взять в лоб и повысить цены на рост курса, вот, как эксперт говорил, на 10 и еще плюс 10%, так не можем. То есть окончательную цену все равно диктует потребитель. Можно в начале сезона повысить цену, а потом уходить в какие-нибудь акции, распродажи, в сейлы. Ну, маркетингом уже заниматься, собственно говоря. Но итоговая цена все равно будет та, которую определяет покупатель. Потому что покупательская способность очень снижена сейчас у населения. Ну, Илья, ну, лукавите вы все равно. Но если бы вы шли вслед за покупателем, вы бы давно были нерентабельными все, наверное. Ну, мы давно не... Вы говорите, что вы сократили маржинальность. Да. Да, вот, ну, примерно, если пропорционально ослаблению рубля, рубль ослабок доллару, там, на 20 с небольшим процентов. В этом году мы не повышали цены, как они в январе были зафиксированы. То есть, ваша маржинальность снизилась на 20, там, с лишним процентов. Ну, на самом деле, курс не на 20 процентов все-таки. И сегодняшний курс, он радует. Сегодня он повысился. Более того, у нас же кредитные деньги. И мы как брали в рублях, так и отдаем в рублях. Ну, закупаете валюте. Хорошо, этот фактор мы обсудили. От роста НДС. Насколько, опять же, вот НДС в вашей цене какую долю занимает? В цене для покупателя. То есть, это серьезно повысит себе стоимость? Ну, насколько-то, я не думаю, что серьезно. Я думаю, в целом, вот здесь говорится о трех факторах. Инфляция, курс и НДС. Я бы добавил, что еще? Рынок будет очищаться. Очень много сейчас, почему-то не говорят, серого рынка. Еще до сих пор. На примере, допустим, будет водиться в этом году на обувь, в следующем году на одежду, чипирование многих-многих товаров. Вот на примере шуб, меховых изделий, думали, что всего 50% рынка находится в серой зоне. Оказалось, 90%. Я лично ожидаю, что рынок очистится. Те, кто торговал в серую, или они уйдут совсем, или будут вынуждены поднять цену и честно платить налоги. Для вас же это тоже дополнительные затраты или нет? А мы и так платим. Мы и так платим. И так с радостью приветствуем введение чипирования товара. Потому что не будет серых демпингующих конкурентов. Да, не будет рынков конкурентов. А еще один фактор, рано или поздно, может быть, это не с весны, конечно, но ведут пошлины на интернет-закупки из-за рубежа. То есть сейчас это у нас беспошлиная торговля. Мы находимся в неравных условиях с производителями из Китая, с торговцами из Китая. Если в Европе берутся пошлины с посылки более 22 евро, у нас 500 собираются когда-то вводить. То есть я тоже ожидаю, что это поставит всех в равные условия. Два последних фактора сыграют вашей компании на руку. Да. Это как-то нивелирует действительно снижение покупательной способности россиян? На ваш взгляд? Больше будут платить налоги, больше будет зарплаты, будет все хорошо. А нивелирует? Нет, а это при чем? Я по-другому спрошу. В целом снижение реальных доходов вы на себе как ощутили? Стал ниже спрос, стали предпочитать более бюджетные варианты? Конечно, ощутили. То есть с 2014 годом трафик общий в торговые центры упал на 40%. Просто стали меньше покупать. А покупки стали более продуманные. С этим просто нужно смириться, с этим работать. То есть покупателю предлагать то, что он ожидает. Качественную одежду по приемлемой для него цене. Но все-таки качество и приемлемая цена, мне кажется, ну вот они тоже только до определенного порога могут идти вместе, а потом они неизбежно расходятся. Глобально не приведет ли вот этот наш экономический реалий, наш вот этот тренд к упрощению, скажем так, одежды и обуви, к выбору более дешевых, чуть менее качественных материалов? Ну, понижать качество нельзя ни в коем случае. Вот мы как были, там определенного качества для нашего потребителя, мы не собираемся уходить в более низкое качество, в более низкий сегмент. И наоборот, к нам спускаются с верхних сегментов те, кто не можете. А, вы добираете оттуда, получается? Мы добираем, да. Кто-то, кому-то наша одежда стала не по карману, но, соответственно, пришли сверху, и мы рады этим покупателям. Наш средний чек за последние полгода поднялся на 4%. Мы тоже связываем, ну, после исследований, что вот пришли оттуда. Мы рады. Илья, у нас около минутки остается. Я хотела бы попросить вас сделать прогноз, что после Нового года будет с ценами, даже не только в ваших магазинах, в целом по рынку. Насколько они действительно могут вырасти? Ну, это гадание. То есть можно сделать умный вид и сказать, что это 5-10%. Я понимаю, вы не хотите говорить, насколько ваша новая коллекция будет дороже этой? Нет, мы будем рассчитывать, мы посмотрим прогнозы аналитиков. Мы не профессионалы в валютном рынке. То есть вот мы посмотрим прогнозы аналитиков, будем понимать, что мы цены закладываем сейчас, а будем этим торговать через полгода. И будем, соответственно, ориентироваться на тот курс. Прогнозы пока колеблется. Ну, 10-15% в среднем. Я надеюсь, меньше. Я надеюсь, меньше, да. Хорошо, давайте на этой оптимистичной новости тогда закончим. Спасибо большое. Президент компании Баун Илья Ярошенко в программе «Что это значит?» на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин